Вероятно, вы стали задумываться о пользе муки. И в этой статье давайте взглянем на картину полностью. Какой вред несет мука высшего качества, продаваемая на прилавках наших магазинов сегодня? Ведь, как оказывается, муга, которую нам продают под названием высшего сорта, является наоборот продуктом самого низшего качества. Давайте аргументируем это. Мучные изделия. Раньше зерно перетирали на каменных жерновах, и это называли грубым помолом. Это обусловлено тем, что крупные кусочки формировались из оболочки зерна, а эндосперм, то есть крахмал, перетирался в пыль. Все питательные вещества в зерне находятся в спящем виде, и лишь только при прорастании они переходят в активную живую форму, легкую для усвоения нашим организмом. Это важно понимать. Мука, которую мы покупаем в магазине, не несет в себе питание для нашего организма, находящейся в неактивной форме для усвоения. Крахмал может служить хорошим клеем. Не вздумайте есть клей. В процессе термообработки, когда мы печем, жарим, крахмал переходит из спящей органической формы в неорганическую. Такой крахмал оседает в виде слизи, стенки кишечника покрываются налетом, а по крови плавают сгустки этого вещества. Это действительно носит образ канализации, и наши выделительные системы принимаются за интенсивную работу. Так начинается день каждого нормального в кавычках человека после завтрака мучными изделиями. Перечислим основные факторы, превращающие муку в продукт низшего качества. Удаляют оболочку зерна и лишают муку самых ценных витаминов. Второе. Добавляют искусственные витамины. Воспринимаются организмом как токсины. Третье. Двуокись хлора, бензол и пероксид применяют для отбеливания муки. Четвертое. Стабилизаторы-консерванты-разрыхлители, которых зачастую даже не сообщают на этикетке. Заключение. Пульза муки однозначно завышена. Вред муки высшего сорта аргументирован содержанием крахмала, который при термической обработке превращается в клей, наносит колоссальный вред и приводит к закислению крови. Кислая среда – рассадник для вирусов, грибков и множества других заболеваний. Действительно, качественную муку вы можете сделать только сами. Для этого на рынке полно современной техники. Избавляя зерно от оболочки в современной индустрии питания, после размола получают отруби, которые имеют внушительный химический состав и продаются в аптеке. Отруби содержат витамины А, Е, В1, В2, В6 групп, микро- и макроэлементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, натрий, медь, йод, жирные кислоты, омега-3, омега-6, пантеноловая кислота и другие. Клетчатка и пищевые волокна прекрасно насыщают и стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. При употреблении их желательно размолоть в кофемолке. Сделать еще мельче и не забудьте замочить в теплой воде. Это даст возможность усвоиться им намного лучше. А на этом все. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.